Вот эти канавки, они для того, чтобы высыпалось. Это жернова, да, Мадин? Это жернова, по-нашему это называется шхал-мжа. Шхал-мж. Пс-шхаль или просто шхаль. Пс-шхаль это водяная, скажем так, мельница с приводом от текущего ручья. Вот эти вот жернова, которые здесь, они от водяной мельницы все. Они очень массивные. Вот это вот, вот эти два жернова, это пара. Обратите внимание, вот здесь вот канавки специальные, как лучи солнца. В центре отверстие, и вот это верхняя часть. Вот по этим канавкам перемолотое зерно, которое уже превращается в муку, оно уже высыпается в приемный лоток, и оттуда уже собирается. Возраст примерно какой? Возраст вот этих двух, они сделаны где-то на рубеже 19-20 века. Здесь можно увидеть вот эти обручи. Они одевались сюда в раскаленном виде, их раскаляли до красна, чтобы они расширились. Затем одевали, и при остывании они схватывают камень, для того, чтобы камень не раскололся. Эта вещь называется по-нашему вордук. Вордук тадзал. Тадзал – это значит, ну, одетый. Вот это нижняя жирная часть, а это верхняя часть. Между ними должен быть зазор, небольшой. Зазор регулирует мельник, человек, который заведует этим. От зазора зависит тонкость помола. Или же от зазора зависит тот вид, который будет перемалываться, начиная от сухого каштана, сушеного, от плодов. Из них тоже делали муку, чтобы можно было делать хлеб, заканчивая той же самой кукурузой или пшеницей. Вот таким вот образом. Вот этот жирнов светлый, он из кварцита. Это кварцевый песок, который превратился в горную породу. Метаморфизация называется. Этот жирнов был выброшен наводнением селевым потоком из одного ущелья, которое находится рядом с аулом Тхагапш. И один из моих знакомых людей сразу дал мне знать, когда они увидели этот жирнов среди камней. Он говорит, так и так появился. Я посчитал своим долгом нанять подъемный кран, все дела, для того, чтобы этот жирнов не превратился в чью-то игрушку. Или чтобы его не увезли куда-то. Я его привез сюда и поставил, для того, чтобы он стоял спокойно в неприкосновенности среди своих сородичей. Вот этот жирнов поменьше, он тоже самый из кварцита. Это уже ручная, да? Нет, это от водяной мельницы, меньшего калибра. Она тоже, этот жирнов тоже появился в результате наводнения. Поток воды с камнями вынес его. Это аул Хаджук. С той стороны я привез его. И вот таким образом я собираю жирнова от ручных мельниц, те, что остались, и от водяных. Потому что эти жирновы принадлежат моему народу, а не кому-то другому. И это священные вещи. Они священнее самого святого, ибо они кормили людей. Это пища, а пища основа всего. Поэтому считаю своим долгом сохранить такие предметы. Там еще парочка стоит. Вот это верхний с упором. Вот здесь металлическая платформа, в которой отверстие. Это упорная, так сказать. А вот это нижняя часть. Это водяная мельница. Эти жирнова принадлежали одному человеку из рода со стороны Суэйкуа. Они сейчас компактно проживают в поселке Головинка, в устье реки Шахэ. Рашмезе его звали, этого старика. Внук Рашмезе подарил мне их, сказал, забери, им будет лучше в твоем дворе. Я привез их и вместе с остальными другими здесь они тихо, спокойно находятся.